72 часа погружения в жестовую речь. Специалисты, которые по долгу службы общаются с инвалидами по слуху, прошли обучение и теперь смогут без слов понять и донести нужную информацию до глухих подопечных. Сегодня в Центре инклюзивного образования они сдали экзамен по русскому жестовому языку. Легко ли говорить руками? Узнала Светлана Стрябкова. На этом экзамене главное, чтобы руки не дрожали. Лишнее движение пальцами и тебя уже не поймут. Две с половиной недели педагоги, психологи и дефектологи изучали русский жестовый язык. Приезжали на занятия, репетировали дома. Светлана Воробьева работает в реабилитационном центре. Сейчас к ней все чаще обращаются семьи, где родители глухие. И, чтобы работать с их ребенком, нужно владеть жестами. Новый язык дался Светлане достаточно легко. Помогает опыт того, что я уже изучала в своей жизни некоторые иностранные языки. Помогает опыт работы с детьми и хорошее развитие, скажем так, мелкой моторики руки. Потому что начать это в зрелом возрасте достаточно сложно. Не всегда получается правильно и быстро перемещать пальцы свои. Нет проблем с моторикой и у Романа Лапина. Он обучает игре на гитаре и собирается открыть театральную студию в Центре социального обслуживания в Новокуйбышевске. Роман часто видит, как его коллегам люди с нарушениями слуха приносят записки. Приходят люди, некоторые, конечно, уже немножечко приспособленные. Они заранее готовят записки, показывают. Вот мне нужно это. Но не все могут услышать ответ. Конечно, пока специалист будет искать черновик, чтобы написать записку, чтобы ответить, чтобы донести информацию, это слишком долго. Первая часть экзамена – письменная, тест. Далее три задания. Продактилировать словосочетание, показать цифры и озвучить руками предложения. Это не первая подобная группа жестовому языку обучает уже несколько лет в рамках государственной программы «Доступная среда». Оказывать услуги людям с инвалидностью обязана любая организация, любое учреждение, куда обращаются за такими услугами. И когда испытывают трудности именно в таком сурдопереводе, хотя бы какие-то начальные навыки, начать разговор, сориентировать человека, выставить с ним какой-то диалог – это, конечно же, необходимо. За две с половиной недели обучения слушатели курсов получают только основы, базовый уровень. Учиться жестовому, как и любому другому языку, нужно всю жизнь. Светлана Стрибкова, Александр Дудко, Новости губернии.